Всем привет, у микрофона FruitFake. Сегодня мы посмотрим на одну старую стратегию, которую Cloud9 воскресили на пятой неделе весеннего сплита LCS. Cloud9 взяли сенные Тамкенча на нижнюю линию, но кое-что тут отличалось от того, что мы видели ранее. Звен начал матч с предметом для саппортов, в то время как Вулкан взял кольцо Дорана на Тамкенча. Они не были первыми, кто так сделал. Ранее это можно было увидеть в корейской лике претендентов, а также в американской академке, где на сене играл Феникс. Тем временем это явление уже несколько раз случалось и в ЛСК, где корейские кастеры дали ему название «Голодающая сена», в противопоставлении глаголу «кушать», которым корейцы обозначают фарм. В начале сплита сена была очень популярна на позиции керри нижней линии. В результате её понерфили, чтобы она перестала доминировать на этой роли, при этом не слишком сильно ослабив её на роли поддержки. Итак, ранее сена гарантированно получала в своей стаке призраков стачанок, которая убивала, но с 10.3 шанс их выпадения был уменьшен со 100% до 1.67. В результате она стала получать гораздо меньше стаков в случае если фармит, что очень сильно повлияло на профессиональную сцену. Теперь любой добитый миньон оставлял после себя призрака лишь с вероятностью 1.67. Это включает и миньонов, убитых с помощью пассивки трофея на предметах поддержки. Туманные призраки очень важны для сены. Она может получать их с умерших поблизости миньонов и монстров, а также за паук или убийство вражеских чемпионов. Напомню, что они добавляют и такие характеристики, как сила атаки, шанс крита, дополнительный радиус и вампиризм. Кроме того, в отличие от других чемпионов, сена не получает силу атаки за уровень, поэтому без получения стаков тумана она с каждой минутой становится слабее традиционных стрелков. И как я уже упомянул, цель нерфа была ослабить её на позиции стрелка, не затронув позицию поддержки. И в то время как убийство тележки даст сене стак туманов с очень небольшой вероятностью, тележки, которые она не добивает, всегда дают ей гарантированный стак. Кроме того, обычные миньоны, которых не добивает сена, теперь не с 20, а с 25% вероятностью оставляют после себя туманного призрака. И конечно она всё ещё может получать стаки тумана за удары по вражеским чемпионам. Из всего этого можно сделать вывод, что голодающие сене гораздо проще получить стаки тумана, чем обычные ДК сене. Поэтому голодающая сена не фармит, а фокусируется на пауке оппонента для сбора тумана и проков предмета поддержки. Короче говоря, это работает практически так же, как старый Сона Тарик или Сона Таам Кенч. С одной лишь разницей, что чемпион, который идёт на линию с сеной, не покупает предмет поддержки. Как только доделывается задание предмета поддержки, и часть его ограничений перестаёт работать, Сенна может начинать потихоньку подфармливать, в то время как чемпион, с которым она стоит, фармит с начала игры и потенциально может получить 1-2 предмета. В игре Cloud9 Звен закончил задание предмета поддержки на 15-й минуте. К этому моменту Вулкан обгоняет своего визави на 1600 золота. Ну и чем же отличается фарм стаков тумана на голодающей сене от фармящей? Из того, что я видел, не фармящая сена получает 1 стак за обычную волну и 2 стака за волну с тачанкой. В матче Cloud9 Звен набрал 20 стаков за 5 минут, 40 за 10, 60 за 15, в 80 стаков у него было в 19.30 и в 24.30 у него уже было 100 стаков. Для сравнения я посмотрел матч в немецкой лиге с большим количеством убийств, где на сене играл фриз. Лишь к 34-й минуте он смог набрать 80 стаков, в то время как у Звена на это ушло меньше 20 минут. Что насчет получения золота? Что ж, это менее гарантированный и более низкий доход, чем вы могли бы получить от фарма, поскольку вам нужно постоянно пугать оппонентов, чтобы получить золото от вашего предмета поддержки. Но это не намного хуже. В матче Cloud9 Звен отставал от своего визави на 100, а в какой-то момент даже на 300 золотых, но его команда разогналась, начала забирать убийства и башни, поэтому в конечном итоге он вышел вперед. В то время как вы получаете меньше золота за предметы, вы получаете потенциально больше золота за счет характеристик, которые вам дают стаки тумана, так как в процессе лейнинга вам падает больше призраков с миньонов и у вас больше времени для паука оппонентов. Что по сборке предметов? В связи с тем, что вы получаете меньше золота и предмет поддержки уже дает восстановление маны, вы можете не покупать муроману. Это все еще довольно мощный предмет и многие его покупают, но он откладывает ваш пик силы. Довольно часто первым предметом покупают теневую глефу, и это имеет смысл потому, как это самый дешевый предмет на смертоносность, но при этом он и самый слабый, поэтому иногда все же стоит чуток потерпеть и для большего урона собрать йому драктар или грань ночи. И на этом все, спасибо за просмотр, с вами был FruitFake, пока. Субтитры сделал DimaTorzok